Актриса Ингеборга Добкунайте начала сниматься в кино с 20 лет, а стала знаменитой после выхода в прокат культового фильма Петра Тодоровского «Интердевочка». А затем творческая биография актрисы стала ежегодно пополняться как российскими, так и зарубежными проектами. Ингеборга Добкунайте – дочь дипломата с отличными манерами, знающая себе цену, притягивает к себе внимание не только красотой, но и особенно энергетикой и, конечно, умением всегда улыбаться. Поэтому у каждого, кто общался с ней, создаётся впечатление, что Добкунайте заражает радостью и оптимизмом с первых минут, где бы она ни появлялась. На сегодня актрисе уже 57 лет, но по признанию многих Добкунайте выглядит на 10 лет моложе, и это без всяких операций и вмешательств. В одном из интервью актриса поделилась секретами красоты. Моя бабушка дожила до 103 лет без единой морщины, но она особенно ничего с собой не делала. Один-единственный совет у неё был – лицо надо очищать утром и вечером, и я ему следую. Необходимо отметить, что Ингеборга всегда стремилась держать в секрете свою личную жизнь, а когда её попросили дать определение любви, на что-то ответила. Любовь – это каждый день по-разному, но чувство юмора никогда никому не мешало. И неудивительно, что личная жизнь Ингеборги очень насыщена. Первый муж Ингеборги, Арунас Садкалаускас, рассказывал, что он любил сам маленькую хрупкую Ингеборгу буквально с первого взгляда. Арунас тоже актёр, они вместе учились в Литовской консерватории. Сейчас это один из наиболее известных и успешных литовских актёров. История их любви закончилась через полтора года, в 1991 году, с отъездом Ингеборги за рубеж. Тогда она полюбила другого. Вторым избранником актрисы стал английский режиссёр Саймон Стоукс. Их свадебное торжество было организовано прямо в фойе его театра. Прибалтийская красавица прожила с англичанином более 10 лет. Их разрыв произошёл без шума и взаимных оскорблений. Во время съёмок в проекте «Звёзды на льду» ходили слухи о романе литовской красавицы с тренером Александром Жулиным. Так это или нет, доподлинно неизвестно. Кроме того, некоторое время спустя поговаривали о четырёхгодичном романе Ингеборги с культовым сербским кинорежиссёром и актёром Эмиром Костурицы. Их роман начался после встречи на одном из кинофестивалей. Затем были их совместные съёмки в шпионском фильме «Прощальное дело» в качестве супругов. Но Эмир был женат, и роман постепенно сошёл на нет. А когда Ингеборги Добкунайте исполнилось 50, она вышла замуж за 38-летнего предпринимателя Дмитрия Емпольского. Свадьбу пара сыграла тайно, а присутствующие на торжестве даже подписали обязательство не разглашать детали. 53 года Добкунайте стала мамой. Актриса родила первенца сына Алекса. А вскоре после рождения сына Ингеборги развелась с Дмитрием Емпольским. И по традиции никаких комментариев не последовало. В 2019 году появилась информация о новых отношениях Ингеборги с 38-летним журналистом и писателем Михаилом Зыгарем. И на этот раз 18-летняя разница возрасти с новым возлюбленным Ингеборгу нисколько не смущала. Она не раз отмечала, что не любит думать о том, сколько ей лет, и не хочет зависеть от цифр. Ингеборга Добкунайте умеет наслаждаться жизнью и получать удовольствие от настоящего, не зацикливаясь на неудачах прошлого. По ее собственным признаниям, она женщина, которая умеет быть счастливой здесь и сейчас. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Цвет настроения. И до новых встреч!